Что я делаю в этом лесу вообще? Вообще мне показалось, что мы тебя похитили. Но я, как бы я и мои воображаемые друзья. Плабрежак, если бы сейчас ствол, короче, в меня смотрел. Но этого не будет. Ты же в Питер приехал. Кто-то приехал в Питер. Я приехал в Питер, чтобы познакомиться с разными людьми. Людей я здесь пока не вижу, правда. Бум, давайте дать. Бум, давайте бум. Рашин макак. Чувак, который с автоматом Калашникова. И что это за Калашу может быть у человека гражданского? А может быть ты спецназовец? Или ты даже морской дьявол какой-нибудь? Бибис. Морской Бибис. Ближе, наверное, к Бибисам. На русском тюбе мало блогеров, которые бы занимались чем-то с оружием. Но на самом деле есть, но это в основном охотники какие-то. А ты, я так понял, не особо-то охотник, да? Ну, вообще как-то что-то охота не заходит. Просто обычно все превращается в то, что на меня зверь начинает охотиться. А я жить люблю. И мясо я, в принципе, в магазине покупаю. То есть там вопрос закрыт. Тогда зачем же в 21 веке мужику оружие? Блин, тут нечего даже придумывать. Это реально прикольно. Ну, то есть, на мое понимание, оружие может быть и средством для охоты, и для самообороны, и, не знаю, средство войны, и средство спорта. Но надо не забывать, что это и средство развлечения. Я абсолютно спокойно это признаю. И, как бы, на мой взгляд, это нормально. Нормально стрелять по баночкам, нормально стрелять там по всяким мишенькам, это весело. Кому-то нравится там на машинах дрифтовать по парковкам, им это кажется весело. Хотя бабкам это не кажется весело, им этот шум не доставляет, уж поверьте. Хотя шумооружие, мне кажется, тоже мало кому доставляет. Но, блин, просто я же их не спрашиваю, я хрен знает, что нравится. Тут нет ни одной бабки, покажите мне бабку. Как же в современной России получить оружие? Наверное, очень сложно, да? Вот многие говорят, ууу, геморрой. На, на, на. Все, у меня есть теперь оружие. Сиди с оружием. Тяжело ли, блин, как оно лежало? Тяжело ли получить оружие, да? Я сейчас так же положу. Блин, вообще очень тяжело. На грани невозможного. Для этого нужно выйти в гугл, набрать простые слова, как получить лицензию на оружие в России. Можно прийти и купить теоретически ствол даже и без лицензии в магазине. Он будет вас ждать, пока вы делаете лицензию. Лицензия делается, ну, не больше месяца сейчас. И какое же оружие в России, где, как нам говорят, жесткий оружейный закон, может получить человек, который хочет это сделать? Но первое, что можно купить, это гладкоствольное оружие. Оно у тебя в руках. Вот. И травматическое. Там есть нюансы по возрасту, но, короче, есть инструкция, там все написано. В общем, для тех, кто умеет гуглить, этот вопрос очень открытый. Собственно говоря, гладкоствольное оружие, это оружие, стреляющее... Блин, оно не имеет нарезов, короче. Я не знаю, как это объяснить. А технически... Просто ствол гладкий изнутри, без нарезов. Ствол гладкий изнутри, это вот всем привычные всякие двустволки. Помповики, сайга 12-го калибра, 410-го, 20-го. Вот эти вот всеми любимые вещи, люди, которые любят смотреть разрушающие всякие видосы. Вот. Пять лет вы им владеете, можете купить себе вот нарезной, да. Карабин, там винтовки уже. Фактически, ну, ограничение на оружие в России, ну, наверное, одно. Короткоствол нельзя, то есть пистолет нельзя с нарезным стволом, да, вот стреляющий свинцом. Есть только всеми ненавистные травматы. Вот. Ну, это имеется в виду, что его нельзя купить и носить в городе при себе. Потому что так-то, если вы член клуба Стрелкового, вы вообще можете купить, он будет в тире храниться. Совершенно верно. Если что, вот это вот, это травмат. Называется Хауда. Он 12-го калибра. Ого! Оп! А это к нему патроны. Значит, вот это патрон 12-го калибра для травматического пистолета под названием Хауда. То есть, если вы хотите выглядеть, как крутой бандюк из русской мафии, вам уже теперь необязательно нарушать законы и какие-то там штуки делать. Вы просто можете купить вот такой травмат и выебываться перед друзьями. У него предохранитель есть, я забываю себе. Наушники придумали мудаки. Соглашусь. У-у-у-у-у-у-у-у. Здравствуйте. С вами Замейка Безопасности. Когда вы пришли на стрельбище, вам надо одеть наушнички, чтобы не повредить ваши ушки. Когда вы одели наушнички, вы должны одеть очочки, чтобы всякие штучки не попали вам в глазики. Это стильно, это молодежно. Его просто приятно держать в руках, смотреть на него, крутить его в руках. Вы посмотрите, это обрез. Я направил его себе в лицо. Я же, естественно, выстрелил из него дважды. Он же третий раз может тоже выстрелить. Относись к любому оружию, как к ебучке и шучке. Что ты хуйню сказал, блядь? Да ты сказал все правильно. Я на самом деле понимаю, дикое задротство на тему техники безопасности. Она абсолютно верная. Но... Но... Если уж мы говорим о травматическом оружии, что у нас там дальше лежит? Но у меня травматическое оружие, это вот такой замечательный пистолет под названием ГРОЗА-21. Достаточно хороший пистолет, ну, он надежный. И в предыдущей версии его я просто сломал. Была в 41-й ГРОЗА, я ее сломал, вот теперь 21-я. Пять лет уже и пользуюсь, и до сих пор не смог убить. А те, кто знает меня, они прекрасно знают, что все в руках у меня... Убивается. Ну, ломается, да, немножко. Жаль, калаш нельзя купить, да? Нельзя, я знаю. Нет. Нет. Ну, типа, блядь, это же калаш же, по сути. Ну, это, блядь, это калаш. Это натуральный калаш, который был в армии. Просто у него убрали УСМ автоматический. Поставили крем-метку. Если я, типа, убью кого-нибудь, чтобы они узнали, что это я. И все, и, типа, вот калаш, пожалуйста, пользуйтесь. А, как бы, ноль вопросов. А гражданины? Убран автоматический огонь у него. То есть, здесь есть флажок. Если поставить на автоматический, то ничего не произойдет. Ну, в смысле, будет выстрел одиночный. Автоматического не произойдет огня. Там добавлено пара нюансов. Я на него делал даже обзор. В чем отличие его от, скажем, первоначального вида. Фабовская труба у меня здесь стоит. Макпуловский приклад. Армаконовский. Вот такая вот бабушка очень удобная. Можно, блин, любой частью просто руки. Блин, надо просто взять и перезадить. Да. То есть, можно прицепануть. То есть, понимаешь, да, что не нужно ухватываться просто так. Немножко прислатьился и уже работает. Цевья мавры, рукоятка РТМовская, фанка гексагоновская. Так, по фану. А это, кстати, очень модный тактикульный ремень, который собран из говна и палок. Нет места, куда зацепить ремень. Вот такой вот паракорд. Заменяет на мантапочку. Базовая версия мне не очень нравится. Весь в дереве красивый. Но мне не очень удобный. Да и даже, когда удобный, все равно надоедает потом со временем. Хочется что-то изменить. А кто запретит? Таким тюнингом заниматься не запрещено. Наверное. Хочешь, покажем, что внутри. Я калаш чищу, ну, блин, раз в 4-5 выездов. И где-то 200, может, отстреливаю. Давай, давай, мазюкни. Оу, еее. Банка возвращает газы обратно, да, в калаш? Ну, да. Без очков из-за этого не совсем удобно стрелять, кстати. Вообще не советую без очков стрелять с банкой. Ну да, хоть как. Да даже если с банкой просто. Вот, так выглядит поршенечек. Для тех, кто не знает, в АК есть поршень. У нас есть тестовая рука. Позвольте, пожалуйста, воспользоваться ей. Оу, еее. Вот. И, видите, все закопченое. Но я скажу так, что когда у меня калаш копченый, я получаю невероятное удовольствие, потому что он не сидит дома. Мы с ним гуляем, весело проводим время. Калаши копченые или пикиточеные, что выбираешь? А, кстати, тут есть такая тема. Но мы ее не покажем вам, потому что вы не поймете. Типа, покупайте калаш и поймете все сами. Мы сами еще до конца не поняли, зачем это. Ей будет дочь. Пум, дочь. А, еще же гладкоствольный есть 366 калибр. Это же прям вот вообще калаш-калаш, но он гладкоствольный. Это прям крутая тема. Ты же давно, понятное дело, получал оба. У меня из меня патрон цепится, это нормально. В современных реалиях, вот сейчас, 2018 год, ориентировочно сколько рублей нужно потратить человеку, чтобы иметь ствол именно на лицуху, на сейф, короче, и на всю вот эту... Ну, насколько я помню, типа обучение там тысячи четыре с половиной, пять стоит. Медкомиссия там со всякими справками, там около двух рублей, наверное. Ну, плюс сейфик там. Ну, не сейф нужен, а ящик сначала оружейный. Грубо говоря, вот десятка рублей, и вы можете уже получить все документы, которые позволяют вам уже прийти в оружейный магазин. Магазин вооруженный. Есть магазины, которые продают оружие. Не надо искать чувака в Инстаграме, блядь, который продает АПС за 100 тысяч рублей без документов. Не надо. Вы заходите в оружейный магазин, если вы, конечно, живете не в деревне. А в Калининграде есть оружейный магазин? А у нас их три вроде, четыре. Даете бумагу, выбираете ствол, забираете его, приносите в свое лицензионное разрешение на отделение, через пару недель получаете уже документ, с которым вы можете там кататься, стрелять. Ну, вопрос со стрельбищем, конечно, уже сложнее. Не везде можно стрелять. Вообще везде нельзя стрелять, если честно. Кроме тиров и охотугодий, и специальных стрельбищ. Многие удивятся, наверное, но и снайперские винтовки, достающие полноценные, в России тоже можно купить. Покупаете глоткоствол, пять лет вы его храните. Если вы, короче, ничего не нарушили, не выстрелили там своему товарищу в ногу, не отстрелили себе песос, а не подстрелили бабку. Бабку убил! Когда пытались дома повесить картину и пробить дырку для гвоздя. Если вы ничего не нарушали, то через пять лет вы можете переоформить, ну, естественно, документы и выписать себе, значит, на уже нарезное оружие. А нарезное оружие это всеми любимые 5.45, 7.62 на 39, 308 калибр. Гладкого прикольно стрелять, это мощная штука, но для меня лично самый фан начался, когда появился нарезняк, потому что я понял, что можно стрелять и попадать дальше, чем на 100 метров. В одном из следующих видео значит, буду рассказывать про гонги. Гонга-то такая мишень специальная, многоразовая, в отличие от бумажной. Она звенит при попадании пули в нее. Это интересно и фаново. Но это будет не на нашем канале, а на канале Макаки. Да. Можно вообще практически любое оружие купить, кроме автоматического. И это реально очень простой процесс. Для них нужны просто деньги и немножко времени. Но есть кое-что попроще. Гораздо проще сидеть на диване и писать комментарии, что в России ничего нельзя, никакой свободы и туда-сюда. Это все полная хуйня. В России все можно, только осторожно. Потому что все должно быть в разумных пределах. Вот это я покупал 6 лет назад и стоило оно, если я не ошибаюсь, 12 тысяч и полторы тысячи приклад. Пистолет. Первый, который я покупал, стоил 25 тысяч. Я его сломал. Бывает. Этот я купил за 18. Те, кто понимает, что такое Гороза 21, можете всплакнуть. Да, он стоил 18 тысяч, а не 60, как сейчас. Вемполь 136, ну не знаю, в районе 30 тысяч, по-моему, стоил. 27, может, где-то так. Короче говоря, пушка стоит дешевле автомобиля. Я могу сказать прикол, что... Компьютера, да. Я могу сказать прикол, что у меня было ружье за 2000 рублей. Я его купил в магазине по комиссионке. Оказывается, в России есть еще и комиссионные магазины, где можно купить оружие. На самом деле, дешевого оружия достаточно много, просто нужно поискать, и вы найдете. Это обычная вещь, которая покупается, продается, перепродается, лежит на комиссионке, продается владельцами, другим владельцам. Ну, там есть определенный регламент, но это все просто. Кому интересно, как же получить... добиться того, чтобы тебе разрешили покупать оружие? Заходите в группу Russian Macaca, ссылка в описании, и там будет документ в формате PDF, где все подробно распедалено. Да, в ссылочках. Правильно, да? Да, в ссылочках. В ссылочках в самой группе. Потому что если я прикреплю ссылку на документ в видосе, это будет слишком просто для вас. Нужно доказать то, что у вас хватает интеллекта, пройти по двум ссылкам. Короче, просто мне очень много людей пишут, типа, как купить ствол. Я ссылку придумал, на которую переходишь, и там прям пошаговая инструкция. В общем, на этом все, ребята. В общем, вы теперь сидите и знаете, что в России можно купить оружие, мы пойдем пошмаляем, наверное, и все. Мы же покажем, как мы шмаляем. Мы же модно. Может быть, под музыку там. Ева, я любила тебя. Давай споем вместе. Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я. И я тебе дала поебалу. Ах ты, Ева, шмар. О, что? Да. Ребята, если вы будете нарушать технику безопасности, я приду к вам ночью и откушу вам все, что у вас висит ниже живота. Понятно? Мм? Нет. Хуй. Ладно, нормально. А я тоже так умею. У меня, по-моему, стул уже покорили. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Продолжение следует...